Дорогой Александр, привет. Как там в Калининграде погода? Дождь, дождь. Как говорит Авгадюкина, идут дожди. Ну понятно, понятно, понятно. Что нового у нас? Вот я хотел поделиться впечатлениями о вебинаре. Мне там написали и в личку. Очень много таких вот трогательных, прямо таких искренних, положительных реакций. И меня, конечно, это очень обрадовало. Но я видел, что там и новичков много, которые вообще не знают, что такое ключи. И вот очень сложно, когда в одном материале, сразу всё дать. Сразу всё дать. Ну хорошо, что мы успели вот этот вот индикатор напряжения, шторм и штиль. Шкала 10 делений, которые мне Константин Михайлов прислал, сделал, показать. Потому что, когда появляется уже шкала, когда человек сам себе может идентифицировать, на каком уровне напряжения он сейчас находится, а потом работает, делает эти приёмы, или левитации приёмы, или волну делает после ключевого дыхания, одну минуту ключевого дыхания, а потом волну. И переживает, и переживает, и потом раз, и выходит на состояние. Если было 10, её становится ноль. Такое благодатное состояние. Но это всем очень понравилось, потому что индикатор очень помогает. А тут хотел сказать ещё, что Николай звонил в Сорокин. Он же там занимается всё время научными сообществами. И он мне говорит, ну у нас же школа, школа, да. Ну давай сделаем, говорит, вот то, что Константин Михайлов прислал. Вот это вот. Летающий человечек, звёзды над нами, космос внутри нас, и упражнение полёт по методу ключ. Он говорит, надо там попросить Константина Михайлов, чтобы здесь написал школа, человек будущего, Хаса Алиева. Он говорит, надо, чтобы это научное сообщество было. Ты же, говорит, международный академик. Почему ты, говорит, не напишешь, чтобы это научное было? Или движение общественное, или сообщество, чтобы мы могли понимать, что там серьёзные методики даются и обсуждаются. Ну я говорю, хорошо, мы об этом поговорим. Если понравится участникам нашей школы, мы такое сделаем, ещё такую школу. Я-то собирался академию сделать вообще-то. Ну посмотрим. Что ты думаешь по этому поводу? Вы знаете, вот я посмотрел запись нашего, как бы сказать, ликбеза, ну, последнего ликбеза. Очень сильно мне понравился. Меня прямо затронул этот ликбез. Столько четыре часа. Четыре часа шёл, да, да. Бесплатный ликбез для всех желающих, но люди просто умиляются, потому что такого вообще в интернете нету. А значит, извините, я перевью на одну секунду. У меня Фёдор Макаров написал наш, он написал, что надо было каждый раз, когда вы делаете какое-то мероприятие, обязательно сказать, надо школу расширять, делитесь, пожалуйста. Нажимайте кнопки поделиться в группах, в сетях, чтобы больше людей взяли эти вот простейшие, эффективные, быстрые действия, которые помогают любому, в любом месте, в любое время снимать стресс. Обязательно, говорит, напоминать надо каждый раз, потому что люди обычно не делятся. Они посмотрят и не делятся. А чтобы школа быстрее развивалась, надо обязательно, говорит, об этом сказать. Да, это обязательно, чтобы каждый мог добавлять, расширять. Это есть, как бы сказать, такие замыслы для того, чтобы дальше всё это делать. И вы знаете, когда я ещё раз внимательно осматривал ролик, мы сейчас к этому вопросу и вернём. Как всегда, знаете, колесо сначала медленно едет, но надо как-то в компакт уложиться, чтобы там ни одна женщина написала в одном ролике «50 минут говорят, а непонятно о чём, долго слишком». Ну, видимо, ну, люди же разные. Вот кому-то надо и два часа говорить, кому-то и четыре, чтобы наконец-то не донести. Ну, мы стараемся, от всей души стараемся. И вот посмотрел я внимательно и увидел, что ролик, и вот ещё одна написала, как бы сказать, в комментарии, что ролик разделён, как бы, или бес разделён на две части. Я читал тоже, да, я читал, да. Интересно, это, как бы сказать, оздоровительный, как бы сейчас, вы заметили, да, а потом мы начали уже вторая часть обсуждать. И все начали бульно там рассказывать, объяснять это всё. И получилась, как бы сказать, такая живая беседа. Да, 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 это и правильно. Я боюсь забыть, я поэтому хочу тебе сразу сказать, я вчера ночью смотрел, есть такая программа «Непозднер». И там была беседа с одним их представителем, очень умный парень там, он в Яблоко, партия Яблоко. Ну, ты знаешь, мы никогда политикой не занимаемся. Ну, просто я смотрю, что и как говорят, и вот этот человек, я вот его фамилию не буду называть, да, но кто захочет, сам посмотрит. И он говорил о том, почему законы такие бесчеловеческие принимаются. Меня это очень интересует, потому что мы же все участники из разных стран создаём науку человечности. Я подумал, на самом деле, разве может человек, имеющий душу, принимать не человеческие законы? Он там приводил пример Димы Яковлева, по-моему, там, когда ребёнка хотят забрать в какой-то стране накормление и воспитание, обеспечить уюту, что бесчеловеческие поступили, что приняли этот закон, что нельзя. А у нас в России, если бы могли бы его обеспечивать, они обеспечивают. Зачем это приняли? Потому что у него был шанс. А так он останется и вот сейчас в таком положении. Я сам участвовал в одном процессе. Меня попросили, там я же в канале «Право ТВ» ещё телевизионном, и там меня попросили, у меня есть приятельница, очень такая достойная, достойная, Камбарова Марина, с которой мы много лет работали, сотрудничали в школах, в интернатах. И вот её дочка, она взяла на воспитание из детдома двух детей. Они получили много медалей и так далее. А потом, когда ребёнок старше вырос, достиг совершеннолетия и должен был квартиру поэтому получить по закону, опека сделала всё, чтобы лишить его этой квартиры. И забрали у них из семьи этих детей, которых они выращивали, кормили, обучали столько лет, забрали в какой-то детдом и даже не говорят, куда они их направили, чтобы квартиру не дать. Ну, представляешь, такие вот вещи делаются. Поэтому я подумал, я думал, думал, разве могут люди принимать бесчеловеческие законы? Видимо, это не люди принимают эти законы. Это чиновники такие. Есть люди... Бездушные, бездушные. Бездушные. Они всегда были, есть и будут. И вот вы знаете, вот ваш метод и ваши вот эти ликбезы, семинары, они у многих, вот это вот есть, расставливают лёд в груди, в душе. И вот когда вот это вот больше расширяться, больше людей будет понимать то, о чём вы говорите. Да, мне кажется, надо нам развиваться, и поэтому я прошу всех отделиться и по сетям своим, как сказал Фёдор, посоветовал, нажимать там все кнопочки, чтобы наша школа расширялась, чтобы Ютуб наш продвигался вверх. Потому что будет у нас 100 тысяч подписчиков, например, уже больше журналистов будет на нас внимание обращать. Потому что я посмотрел, вот интернет имеет много достоинств, сокращает время для того, чтобы можно было общаться. А с другой стороны, один недостаток главный. Нет возможности личного контакта с человеком. Вот я бы с этим человеком из партии Яблоко, я бы с ним поговорил, потому что я заметил, что чего там не хватает у них в программе. У них не хватает вот этой науки человечности, у них не хватает целостной системы, представления, что человек по природе творец, и алгоритмов снимать стресс, и выходить на состояние творческое, чтобы человек мог это бы соединить. Вот мы бы с ним спокойно поговорили в нашем ролике очередном, и уже бы действительно... Кстати говоря, оказалось, что таких людей, как он, из партии Яблоко, нормальных, хороших, человечных, очень много, просто нет возможности личного контакта. Не могу найти контакт. Я с многими не могу найти контакт личный. Все они заняты чем-то, и никто никого не слышит. Вот так до такой степени, хоть и интернет это хорошая вещь, но мы разобщены все. Вы знаете, Хазай Магомендович, вот у меня такое мнение, можно будет поискать, можно будет постараться выйти на этот человек, но когда вот расширяется, люди сами потом будут к вам подходить. Они будут чувствовать... Когда расширится, конечно, тогда придут те, которые не хотели прийти, это я понимаю, как бывает. Навсегда. Обязательно те, которые просто увидев силу, будут обязательно пристраиваться. Это, вы знаете, то же самое, как вот Единая Россия. Там же был ее центр очень сильный, а постепенно, постепенно начали те, которые потом уже скоро будет время... Пристроились, да. Ты хотел еще насчет подсознания что-то сказать, вот ты мне писал. Интересно было бы тему раскрыть, такая, как техника работы с подсознанием. И направить, например, как направить подсознание на решение, например, изобретательности, или, например, на как победить себя, как... Ну, то есть, как раскрыть себя, можно сказать, любить себя. У нас несколько роликов уже было по этому поводу, несколько ликбезов и несколько вебинаров даже, было, как выйти на состояние изобретательного мышления, чтобы ты заснул, поставив себе вопрос, между сном и бодрствованием дрейфовал и получал ответы. А ты мне как-то рассказывал, что ты сам так и делаешь, да? Да, я делаю. Вы знаете, когда я на ликбезе рассказывал про расслабление языка, это все... Вот опять расслабление языка. Вы знаете... Хорошо, напоминай, напоминай. Это нужно. Новичок придет, он же не в курсе дела. Это основа, вы понимаете. Я 30 лет этим делом занимаюсь. Да, ну еще раз скажи, давай. Вот, когда мы расслабляем язык, у нас останавливается внутренний диалог, вы говорите. Останавливаются те мысли, хорошие, плохие. И вот тогда у нас есть промежуток, как бы сказать, для того, чтобы связаться с подсознанием, чтобы нам подсознание помогало. Вы же знаете отлично, что есть сознание, подсознание, сверхсознание. Сознание, вот мы сейчас с вами разговариваем, оно будет противиться нам всегда. Зачем вы это делаете? Зачем? Лучше не надо. Лучше полежите, отдохните. И так далее. А подсознание у нас, это вот то, что мы когда родились, и вот до сих пор. Вот это все до каждой секунды, оно в подсознании записано. Если мы направим в подсознание, можно куда угодно. Направить на здоровье. Не болеть, не излечать болезни, а надо направить в подсознание, как не заболеть, как развиваться, что надо делать. Вот это вот всегда интересно. Я так вот, каждый вечер, я вот этим делом занимаюсь. Первым делом, когда я расслабляю язык, я себе ставлю задачу. Надо войти в подсознание, для того, чтобы решить или стереть те проблемы, которые были у меня в жизни. особенно когда, ну вы знаете, когда все офицеры в основном всегда очень часто пеют. Да, это почти через, все через это проходили. И вы знаете, когда вот с этим пьянством очень много всякого, было всякого плохого. И вот сейчас я помаленечку, когда вхожу в подсознание, вот это все стираю, и мне становится лучше, интересней, и вот эти всякие негативные мысли, они стали меньше приходить. Ну еще раз скажи, вот ты останавливаешь внутреннюю речь, которая, ну такая вот мешалка мыслей, которая постоянно многих преследует, они говорят, как нам остановить вот эту постоянную бетонную мешалку. Ты останавливаешь внутреннюю речь за счет того, что ты делаешь так, что язык у тебя как бы тает, да? Есть, расставил, у меня его нет. Ну да, ну ты вот новичку скажи, вот новичок, допустим, нас сейчас смотрит, он не понимает, о чем речь идет. Вы знаете, можно сделать такой пример, уэксперимент, вот в каждую секунду у нас в голове что-то делать. Вот если мы расслабляем язык, вот даже вот так вот расслабил язык, это все, и опять я повторюсь, мы уже с вами как-то делали ролик, вы даже можете увидеть по лицу, когда вот я сейчас сижу с вами, думаю, а теперь я прикрываю вот так вот рот, расслабил язык, и посмотрите на мое выражение лица. Ну ты его как, зажимаешь под небо, как йоги делают, или покажи? Я просто к зубам, я его присоединяю, все такое-то, и начинаю помаленечку его этот таять. А в чем это смысл? Давайте любое слово, вот Борис рассказал о том, что твердый знак, вот вы даже, давайте вместе с вами произнесем твердый знак, и увидите, что сначала движется язык. Так, вот это внутренняя речь, вот мысль идет, и язык наш автоматически подрагивает, повторяет вот это то, что у нас в сознании. Если мы остановим эту внутреннюю речь, то есть расслабим язык, то и в голове мысли пропадают. И там возникает момент, когда можно в этом состоянии не ума иногда называют, или великое ничто, или состояние нуля, или состояние нейтральное состояние, или состояние свободного сознания, или иногда называют это дзен, состояние дзен, или состояние нирваны, когда все мысли уходят, пустота, и такое возникает благоденствие. Вот в этот момент ты, в этот момент ты что? Вы знаете, я еще хотел бы чуть-чуть сказать. Вот вы сейчас сказали, идут мысли и движется язык. А я бы сказал наоборот. Сначала движется язык, а потом уже появляется мысль. Ну, все у нас взаимосвязано. У нас обратных связей много. Вот иногда появляется ощущение какое-то и появляются мысли, а иногда мысли появляются и возникают ощущения. И все взаимосвязано. Поэтому можно останавливаясь языка, остановить мысли. А можно пытаясь остановить мысли, останавливается язык. То есть тут все взаимосвязано. Мы растаяли язык свой, он у меня полностью весь растает. Все мысли хорошие, плохие, они все сразу прекращаются моментально. И вот тогда есть возможность сразу подумать себе. Теперь я вхожу в подсознание. Можно входить в подсознание и задавать вопрос, что мне надо сделать, как мне надо быть. А как получается так, что ты язык остановил, расслабил, придумал образ такой, чтобы он как бы растаял, что его нету. И в этот момент мысли остановились, а ты говоришь, а в этот момент я мыслями говорю. Я подключаю, и у меня мысль появляется, что надо сделать, например, какой-то решить вопрос. В это время уже опять начинается какую-то долю секунды двигаться язык, и потом я опять расслабляю его. Вот так, теперь более понятно. Вот смотрите, я его расслабил язык, потом ставлю себе задачу, ага, мне надо решить этот вопрос. И опять расслабляю язык и жду ответ. Ответ быстро появляется. Вот, ты то есть поставил задачу себе, остановил язык, и он проник в подсознание. Да, и ты ждешь потом. И подсознание само уже, свободное от мешательства ума, ты освободил себя, чтобы бессознательные механизмы синтезировали ответ свободно. И ответ получается. Вот интересно. Я знаю, бывает такое. Вот я каждый вечер, я, например, перед тем, как спать, я всегда делаю ваше упражнение «Волна». «Волна» вообще супер. Я хочу даже сказать, что это будет потом отдельный метод. У нас же много разных упражнений, и надо подбирать по принципу комфортности, и сам процесс перебора развивает личность и творчество мышления. Но сам метод «Волна» можно отдельно потом, целую книгу написать, потому что я посмотрел и по отзывам многочисленным, и по своей практике, что я в интернете из ковида вывожу людей. Эта «Волна» оказалась просто золото, потому что не только потому, что его нет ни в одном методе мира. Вот именно, переживать на фоне автоколебаний. Вот это соединение, этого нет. А самое главное, что эффект прямо на глазах происходит. Просто надо дозу регулировать, 5 минут или 10 минут. Но когда делает человек именно по зеленой зоне, по максимальной комфортности, он не устает, а наоборот, ему хорошо, хорошо с каждой минутой и так далее. Это прямо можно отдельным методом. Я даже думаю, может, книжку такую отдельную написать «Переживайте на фоне колебаний». Колебания – это очень вот эти вот волна, это очень сильное упражнение. И вот сейчас я добавлю волну, потом я расслабляю язык, вхожу в подсознание, а ставлю себе задачу, какие мне надо решить, например, на неделю, на день, что мне надо сделать вот это, мне надо сделать вот это. И сразу ставлю вопрос, а как? И расслабляю язык, и начинаю ждать ответы. Ответы всегда есть. Ну вот, отлично, отлично. А я сон использую. Я когда засыпаю, я вопросы там обсуждаю внутри себя и знаю, что когда я проснулась, потому что звонок опять какой-то или еще чего-то, опять засыпаю, вот когда дрейфую между сном и в большинстве, там как раз прохожу нулевое состояние. Вот это, когда язык останавливается, и дыхание такое становится тонким, вроде бы есть, вроде бы нет. Вот это безмолвие, великое ничто. И когда я думаю над какой-то проблемой, засыпаю, пробуждаюсь, засыпаю, пробуждаюсь, и потом выносятся ответы, да. Это именно то самое. Да, я хочу тебе сказать, вот я письмо получил. Здравствуйте, Хосай Маговячий, это Александр из Тюмени. Мы общались с вами утром 12-го 11-го. Вопрос был про кратковременные вспышки гнева. С вашей помощью мне удалось разобраться. Это просто результат зажатости психии. Вопрос решается с помощью метода ключа. И чем чаще его выполняешь, тем больше эффекта. И вот он что написал. Применяя состояние отрешенности, вот то, о чем мы говорим сейчас, интуитивно, он интуитивно применял. На практике, не зная еще про вас и про ключ, удалось достичь впечатляющих результатов при управлении автомобилем. Много лет при управлении автомобилем ввожу себя в полуотрешенное состояние, получается алертность. Ты расслаблен и не думаешь ни о чем. И в то же время контролируешь дорожную обстановку, в том числе поведение других водителей. Что дает возможность своевременно среагировать в случае, если кто-то пытается создать аварийную ситуацию случайно рядом и не допустить ДТП. Одновременно это состояние позволяет прогнозировать развитие событий впереди по пути следования. О, какой он молодец, да? То есть он вот это состояние за рулем получал, сам, интуитивно, еще не зная ключа. Но когда ключ узнал, он сразу сопоставил одно с другим и решил вопрос своей гневливости. Теперь он говорит, я теперь не гневаюсь, я понял, что это была из-за зажатости. Я раскрепостился, и теперь нет у меня раздражительности. А вот это все взаимосвязано. Почему я сделал принцип вовна, систему, вот это метод ключ. Это все и расслабление всегда для того, чтобы войти в подсознание. Вы знаете, я проводил тренировку, и часто вот мы работали, у нас же, как бы сказать, тренировки, это рукопашные... Я хочу сказать тем, которые новичок, допустим, нас смотрит, что Александр Сунцов, руководитель федерации рукопашного боя в Калининграде. Правильно я назвал, да? Вот, российская честная система защиты. Так вот, есть у нас прикладной вид спорта. Не спортивный, а прикладной. И вот часто задают такие вопросы. А как, например, чувствовать вот эту опасность? Как предвидеть? Я говорю, вы знаете, давайте мы сделаем такой эксперимент. Я беру, например, какой-нибудь мячик. Вы расслабляете язык полностью. Войдите, как бы сказать, в пустоту, и вы будете чувствовать, куда я кину мяч. И вот он делает это упражнение, я не знаю, я даже не смотрю на него. И беру, кидаю. Он говорит, а я чувствую, куда вы, в какую сторону кидаете, я ухожу в другую. А потому что у него поле внимания шире становится. Потому что, когда человек нервничает, он фокусируется. И он не может понять иногда в туннельном зрении. А когда он рассеянным взглядом, а когда ты останавливаешь язык, у тебя и так взгляд становится рассеянный, обхват внимания шире. И поэтому он уже чувствует интуитивно. Я так иногда один раз шахматы выиграл. Мне достал мой товарищ, давай играть в шахматы. А я терпеть не могу играть в шахматы. Ну, мне выигрывать, меня что выиграю, что не выиграю, меня это не интересует. Он меня так достал. Я потом сел и в три хода ему мат поставил. И я удивился, и он удивился. Потому что мне это было безразлично, выиграю или нет. И я еще был в таком энергичном тонусе, во вдохновении. И я видел поле шахматное. И я чувствовал, как и как двигать, чтобы была гармония на поле. Я это чувствовал. Потому что у меня внимание было расширенное. Не зацикленное. Вдруг я проиграю. Не было страха ошибки. И внимание было свободное. Так просто останови язык и освободи внимание. И будешь видеть, куда мяч летит. И шахматы выигрывать. И вы знаете, но я не буду говорить о том, что и предметы кидали. Ну, не только такие учебные. Для того, чтобы мы же военнослужащие были. Это все. И вот вы знаете, вот это когда входишь в подсознание. И когда вот расслабляешь лежит. Шахматы, любые затраты. Любые. Я сейчас вспомню. Ты говоришь, предметы кидать. Видишь? Ну, это. Я так любил ножи метать. Я теперь понял, почему я тогда в юности хорошо метал ножи. Я даже топоры метал. Вот мы в экспедицию поехали. Мы все там в экспедиции. Все. Я беру топоры. И в дерево. Так. Как ты это делаешь? А ко мне один приехал полковник. Я еще в Армении работал. И мы стояли в аэропорту. Снежки в дерево бросали. Ну, на далеком расстоянии. И он никак попасть не может. А я бросаю его так, не задумываюсь. И попадаю. Он говорит, как ты это делаешь? Видимо, у меня тогда было вот расширенное сознание. Потому что меня не волновало, попаду я или нет. Меня сам процесс был. Ну, вот бросаю я был воедино, как говорится. Воедино с целью. То есть меня внутри, между мной и целью не было. Я не отвлекал себя страхом за ошибку. Знаете почему? Когда вот это делаешь, вот ваша волна. Когда делаешь волну. Отключается сознание. А сознание у нас что всегда говорит? Вот вы сейчас сделали пример метания ножа. Если бы вы включили сознание, оно бы как работало? Не попадешь. Ой, туда. Туда не надо. Вот туда. Ты так и это. Ой, так. Хочешь говорить, речь идет о страхе. Вот. Вот о сознании. Люди могут запутаться. Речь идет о не сознании, а освободить сознание от страха комплексов, стереотипов. Освободить сознание. Вот когда мы останавливаем язык, видимо, происходит освобождение сознания. Не остановка сознания, а освобождение. Да. И внимание шире, и ты больше понимаешь, лучше понимаешь. А то читаешь книгу, не понимаешь. Выспался как следует. Читаешь то же самое, и все понял. Потому что сознание свободное было. А когда ты был не выспившийся, весь мозг работал только на выживание, как бы выспаться. И ты не замечал смысла слов. Это очень интересно, очень такое масштабное. И если вот научиться, и, как сказать, входить в подсознание, и подключать подсознание, можно любые, еще раз повторяю, любые задачи решать. Хорошо, ты меня убедил. Несмотря на то, что у нас было уже несколько раз про технику работы с подсознанием. В частности, для изобретательства и так далее. Давай сделаем такое ликбез. Или вегетар. У меня есть предложение такое-то. Вот посмотрев последний ликбез, половинку сделать, как бы сказать, оздоровительную. А потом уже можно даже вторую половинку обсуждать. Или сразу обсуждать вот этот вопрос. Потому что, когда подсознание мы включаем, оно может и на оздоровление, на развитие, на что хотите направить. И вот если такой задать вопрос, то на вебинаре можно, многие же будут отвечать, многие говорить, как это, что делать, в каком направлении работать. Это очень сильно. Давай. Так и объявим. Следующий ликбез, когда будет одним из вопросов техника работы с подсознанием. Для расторопления, для решения нерешаемых вопросов, для творчества. И для... Там мне писали, а можно лишний вес сбросить? Можно. Это можно. Можно. А там мне еще писали. Там одна девушка, мне уже третий раз пишет. Я так жду, жду и никак не дождусь. Когда же вы сделаете отдельный ролик. Ну, там речь идет о эмоциональной неустойчивости. И от депрессии к эйфории. Ну, вот это вот. Есть такое вот состояние. А я опять ей пишу и пишу. Три раза уже пишу. Почему же вы на любез не выйдете в зуме с вопросом? Чтобы я вас видел и ответил. Потому что я же не могу не видеть человека. У каждого же это понятие свое, эмоциональная неустойчивость. А так мы бы посмотрели, поняли в чем дело. Задали конкретизирующий вопрос. И ответили развернуто. Так что выходите с вопросами в зуме, чтобы получить развернутые ответы. Знаете, у меня есть предложение. Давайте самому, может быть, вебинар. А потом, если тема хорошая будет, так и для остальных тоже сделаем. На ликбез. Хорошо. Обсудим еще. Спасибо тебе, Александр. Спасибо. Это очень хорошо, что сам руководитель федерации по рукопашному бою. Я что, со стола не упал? Я не упал. Я не упал. Да, да, да. Останавливает язык, чтобы поймать мяч. Это здорово, да? Вот. Спасибо тебе. Ну, ты знаешь, я шутник, я немножко с юмором всегда. Это еще больше можно пошутить. Хорошо. Обнимаемся. Дома приветы. Сорокину скажем, Сорокину скажем, что мы обсуждали немножко про то, что он предлагает. И в следующий раз, чтобы мы втроем поговорили. Да, вы знаете, как раз поговорим про эмблему или про банер, или там что сделать. Потому что это очень хорошо сделать, например, метод ключ и человек будущего. Да, и школа, и научное сообщество, и научное движение такое. Да, хорошо. Обнимаемся. До встречи. Большое спасибо. До свидания. До встречи. Спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok